Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Расскажите. Ну, вот позже сегодня с девчонками говорили, это уже давно не мужская тема. Если вы побываете на наших спестринингах или семинарах, это уже мальчики, женский бизнес. Еще чуть-чуть проволочете и, собственно, вам уже здесь места не останется. Здесь одни девчонки только и будут деньги зарабатывать. На машинах ездите, а вы будете только клиентами нашими. Какая разница? Вообще, на самом деле, конечно, было сложно, страшно. И я уже рассказывала, я чувствовала себя не то что блондинкой, просто каким-то вообще неучим в этой всей сфере. А пока не поняла, что дело не в том, что я продаю. И дело не в том, даже кому я продаю. А дело в том, что на самом деле это бизнес. То есть, когда приходит понимание, что это бизнес, тогда уже не важно, на чем он построен. Ну, то есть, важно, конечно, чтобы это было экологично, законно. Важно, чтобы это было полезно. Ну, а то, что это бизнес, какая разница? Что является продуктой? Ведь, как я всегда говорю, если вы идете к хирургу, совсем не обязательно, что у этого хирурга должен быть вырезан аппендицин. Главное, чтобы он был хорошим специалистом в своей области. Поэтому девушкам тоже так же нужны деньги зарабатывать. Ну, к сожалению, так исторически сложилось, что в наших странах женщины несут финансовую ответственность за свои семьи. Это печально, это грустно. Ну, так и есть. Поэтому, да, девушки здесь преуспевают. Мы много вот пытаемся вывести какую-то теорию, почему здесь вот в топ-лидере, да, вот в десятках топ-лидеров, там, шесть позиций занимают женщины, например, даже в нашем системе правтипы. Ну, может быть, есть гипотеза, что это связано с тем, что женщина более ответственно подходит к вопросу финансового обеспечения. Второе, что, скорее всего, что женщине, ну, как бы, ей проще самоорганизоваться, потому что у нее всегда было много занятий, да, там, дети, факультативы, значит, можно накормить, там, по дому убраться, там, еще с подружками поговорить, ну, то есть просто как-то так уже, ну, может быть, по природе женской так называют, что женщине проще себя организовать, нежели мужчине. Но потом женщина, она более, больше верит, да, больше доверяет, да, опять же по природе своей. Поэтому, конечно, когда женщина смотрит на драйв, она, скорее, поверит в то, что, да, чудо возможно, и действительно можно заработать такие деньги. Мужчина, он, скорее, больше скептик, и он, скорее, не поверит, что это должно. Вот, поэтому здесь, ну, вот такие у нас есть гипотезы, почему здесь женщины преуспевают. Еще такой вопрос. Сколько нужно, вот, допустим, женщинам нужно уделять? Допустим, которые молодые мамы, ребенки, да, сколько им нужно для этого времени уделять? Да и вообще людям. Я думаю, что женщина сама уделит, сколько ей нужно. Сколько у нее есть, только она и уделит. Сколько она там найдет? Вот. Вообще, у меня в команде очень мало девушек, на самом деле, я... Это была моя идея, наверное, да, что надо мужчин приглашать обязательно, потому что им здесь проще, там, быстрее. Ну, после того, как я сделала платье, ну, после того, как я приехала на очередной спис-треевке, я писала список, и говорю, Олег Григорьевич, 50 на 50! Все! Чуть-чуть уйти нас будет больше. И я стала уже по-другому относиться к этому, уже своих подруг стала уже рассказывать. Девчонки, давайте, пусть мальчишки на нас работают. Вот. И сколько времени, ну, ты сам определяешь, сколько времени, какая разница. Главное же, как ты эффективен в это время. Мы уже здесь вот с платьями разговариваем, что если поначалу тебе нужно заводить, там, делать 100 попыток в день, там, пригласить хотя бы 40 человек, из них, там, 10 человек, может быть, все-таки зайдут на тест-драйв, из 10, там, может быть, 2 станут стартер-китами, то уже когда ты все больше и больше в бизнесе, да, то тут бывает все очень просто, да, сколько сегодня пригласил? 4. А сколько зашло на тест-драйв? 4. Сколько стартер-китов? 4. То есть, и вот тогда думаешь, ну, наверное, уже, когда рано или поздно количество перерастает в качество. Ну, вот как-то так. Поэтому тут зависит, наверное, все-таки от того, чего ты хочешь. То есть, если тебе надо за короткий промежуток времени сделать хороший результат, то ты нацеливаешься на качество сразу. Ну, все равно, никуда мы не денемся, пока ты не набьешь шишки, там, мозоли не надрешь, там, да, ногти не содрешь. Так, в любом деле нужно посмотреть, разобраться, как это работает, и тогда уже начинать работать. Да ладно, кто из женщин там просто смотрит, разбирается. Они им надо, они берут и делают. Ну да, правильно. Если человек хочет, то уже будет делать. Женщина – это тоже человек. А можно вопрос от оператора? Тиана, скажите, вот проблема мужей и жен, вот как-то разрешимо вообще, когда жена хочет… Когда супруга хочет начать бизнес, но муж ей говорит, что нет, это все пирамида, это там нельзя ни в коем случае. Муж всегда прав, девочки, муж всегда прав, ему надо об этом говорить, ты прав, конечно. Именно потому, что ты прав, я попробую. Как вариант. Все правильно. Вообще много же есть у нас случаев, когда мужья были против, женщины все-таки пробовали. Ну тут, наверное, просто соблюсти некую аккуратность, толерантность, привлечь третьи силы, там, и спонсора. Пусть спонсор сведет с мужьями, например. У нас же есть много таких семей, когда мужья сначала были против, и будет этот муж, ну известный какой-нибудь, поговорить с вот, в данном случае, с таким мужем, который противодействующим, неверующим. И пусть, как бы, ну они там как-то договорятся. Ну а потом всегда же нам уже с мужем договориться, я не знаю, пообещают ему что-ли, пирожки по воспресеньям, как вариант. За то, что он ей разрешит там, ну просто попробовать. Да, все правильно, безвыходных ситуаций не бывает, наверное, нужно просто очень сильно захотеть. Любая девушка, я думаю, может в этом вопросе разобраться самостоятельно. А потом уже же просто поиграться будет, да? Да, смотрите, вот я все время рассказываю. Вот я до FFI принимала участие в тренинговом агентстве. У нас был свой тренинговый центр, и мы приглашали разных именитых тренеров. И вот я даже сейчас вот пересматриваю иногда, что там у нас в городе происходит. И я рассматриваю, допустим, систему ПравТВ, это как тренинг. За сколько там, 30 долларов, я в гривнах знаю, 250 гривен. Человек на три месяца покупает себе возможность посещать сколько там, больше тысячи часов тренингов. Причем живых, реальных, практических советов, как делать бизнес в интернете. Какие-то там 30 долларов. Слушайте, это на пиццу вот мы пойдем, да, в пиццерию. Это мы тщательно сидим, да, 30 баксов оставим. А это три месяца, ты можешь ходить, слушать. А там ты уже решишь, надо тебе, не надо. Это нужно использовать хотя бы для того, чтобы как-то самообразовываться, получать какие-то знания и навыки. Тем более секрет раскроют наши тренинги, особенно Гоу-тренинги. Они дают столько знаний, сколько сертифицированные бизнес-тренеры они дадут. Они даже не знают, что это возможно в количестве и качестве. Мы же говорим вещи, которые не вычитали где-то, а которые на собственной шкуре испытали. Про ситуации рассказываем, истории живых людей реальные. Про шишки свои, коленки дёртые в кровь, да. Поэтому эти истории имеют значение. И вот такой тренинг, такая информация, такие знания, которые мы передаём, они очень весомые. А стоят, поверьте, наши тренинги недооценимы. Очень сильно недооценимы. Надо поднимать. Стоимость, я считаю. Системы франктерии и доступа к архимии. Ну ведь, вот моя история, я вообще посмотрела... Тестрафи, когда мне рассказывали, я не верила в то, что... Я не видела. У меня не было видения, что это мой био, это моя тема. Нет, нет, нет. Какие многие, предлагаешь? Это вообще не моя тема была. Сильно не моя тема. По большому счёту меня вовлекли без меня. То есть, меня вовлекли мои же собственные клиенты. То есть, мой спонсор помог мне, моим знакомым, продать плюс. А потом, когда они получили результат, они меня вовлекли, что это же классный продукт, на это можно сделать классный бизнес. Я говорю... Какой? И он говорит, ну ты с компьютером ТМК. Вот у меня вот партнёр мой, Павел Павел, сейчас уже, да, платиновый, фактическая платино. Он мне говорит, ну ты вот с компьютером разбираешься. Я говорю, Паша, это сетевой маркетинг. Ты понимал, это классический сетевой маркетинг. С хорошим продуктом, американская компания. Он говорит, я всё понял. А у него, чтобы понимать, ну кроме того, что он депутат, у него там несколько бизнесов, один из которых это сеть магазинов, 65 магазинов по всей Украине. Сказалось бы, оно ему надо. Я говорю, а ты-то тут ну чё? Он говорит, если тебе кто-то скажет, что в линейном бизнесе в Украине можно зарабатывать хорошие деньги в руке...